так тяж против лоулит играются для тех кто записи смотрит это дабл и сей плей-офф четвертьфиналы вроде бы первая игра лоулит против тех и это третья пара сверху насколько я помню по сетке соник кажется да раз тоже подправили они не перепутали раз они просто на ходу только что там было интервью с явцем потом до интервью с явцем были игры там ясо и после этого сразу же игра лоулит тяж и тут продакшен на коленке в общем все все хорошо все хорошо хотя может успеет слушать а может успеет не не успеет убил ферму ну в любом случае этого рабочего надо мочить экскурс все-таки получил за гнола так наверное нужно потише сделать комментаторов ссорим на ватсад на реклама гг хавк соник гирокап фоне кто-то проплатил горит мистер пинат пинат хорош никнейм как карта вы видите все секрет вели до секрет велида точно секрет вали тяж получил перчаточки здесь сер клетка хорошо демон хантер сразу за магом и что необычно hunter's холл до грейд на т2 то есть будут коты будет агрессия и на самом деле вот если припомнить на этой карте мы мы чап этот не смотрели на турнире то есть вот вроде бы не смотрели то есть тут же совсем другая история туда и тут экспант эмаляция возможно застройка протекторами хантер с и совсем другая тема у демон врывается в эмаляции его окружают он выходит из окружения моноберна еще отвешивает как муман это на все хватает ему придется сейчас ливать на фонтан и лечиться там а он хочет моноберна добить огра голубого можно можно а нет он уже убежал убежал второй левел дыха я кажется попал 2007 вот это в чатике пишет да очень похожи оверлей такие же картинка хорошие никнеймы тоже знакомые еще поменять на конце не знаю там мун против фокус и можно даже ну как раз туда 2006 2007 можно сказать что лоулита в 2007 не было ведь аж вроде игрок более такой новой школы дима находится на на экспанде минус 0 1 рабочего горит во второе во втором и третьем минус 2 минус 3 не стал добивать причем левого раба ой как много к трупов и коты очень очень плохо а знаете в чем проблема проблема в том что надо строить экспан сверху чтобы рабочие были он там у елок чтобы к ним не добраться было в этом плане яс на прошлой карте очень грамотно поставил базу так что можно рабочих гонять вот между елками и деван хантеру тупо сложно он не может просто взять и ай но это уже жадность попытка добить сейчас экспант арчу отдал в этой попытке рабочих все равно умерло очень много кажется сейчас лоули делает базу дефолтную над бараком слева такое такое обычно делаю то есть если хуман грамотный рано или поздно на базу поставит и вопрос только в том насколько сколько-то времени выиграешь сколько рабочих убьешь насколько серьезно замедлишь его экспо а так-то самый универсальный момент совмещать харасс и строительство экспанда тем более что сочетание хорошо работает еще потому что экспант сам строится как бы ты его поставил противника отвлекаешь кстати архмага сделать персональный телепорт да вот экспо строится как раз там где предполагал ну и плюс ты еще как правило при всем при этом быстрее делаешь апгрейд на второй тир по сравнению с противником так архмаг приходит на мэйн отменяет мунвелл но в этом момент димой два кота и может быть даже 3 там подлечиться врываются в рабов дима горит горит недолго но ярко из-за магической вышки и это персональный телепорт скорее всего необычный телепорт или обычный обычный телепорт потому что архмага здесь хотя если за самой нил элементарный может быть справился хорошо блочит катана код умирает рабочего можно еще одного забрать красного да еще один есть персонал очка простой дима он ничего не боится он дерзкий придется телепортироваться то там три мунвелла его на базе ждет так что т2 готов надо серклетку выкладывать ленинцы что ли не ленинцы все хорошо разведка прошла по ну слева футмены проверили в одному футмену кстати это может жизни стоить хотя чуть-чуть вроде не хватит он на последних хитах уйдет блочи часовца по два подводного типа архмага убили кстати фута убили справились лорницы делаются там только-только пошел апгрейд на кип но архмаг вместе с футами неплохо привлекает внимание панда вторая две лорницы строятся он их старается максимально разнести или не старается и не старается это хантерс холл у него слева находится третий дима сколько рабочих он убил у него у демон хантер вот если подумать со второго до третьего левела он качался практически только на рабочих было там конечно два фута наверняка каких-то шальных но больше всего жертв было среди мирного населения футболит виспов сейчас неплохо тяж нужно восстанавливать виспов апгрейд делается на на еще блессинг единение с природой как раз для того чтобы быстрее дойти и повысить вероятность того что самый экспант поставить ну то есть чтобы армор еще повыше был мобильности побольше мобильность побольше этой елки чаще жрешь и уйти с линии огня тоже можешь побыстрее хороший грейд лучше действительно его почаще делать в таких ситуациях телепорта нет есть персонал очка вот такого архмага мало проку опять заходит а почему и молили эмаляции не выключает раз два три не не успеет дима почему-то да или будет гореть не будет поздно эмаляции включает встает встает на халду и начинает работать по рабам не отвлекаясь не стараясь не отвлекаться как раз на вышке нужны дряды для того чтобы вот от этой темы избавиться и архмаг еще рядышком дрят так не хватает и против элемов и против футов диму нам не показывают но он там мог нарезать очень много дима уходит на фонтан этом курсор уходит с блатмейдж вторым героем попытка нейтрализовать видимо панду через высасывание маны и нейтрализовать диму через баниш дерево только-только-только подходит время достаточно много прошло с окончания строительства дерево и даже после грейда но постояла некоторое время лечиться можно на фонтанах но конечно хотелось бы хотелось бы и тир-3 нажать что полез у нас полезно должны должен быть не норм нормально он отстроил виспов на руках 300 320 330 леса лорница 1 готова на фонтане дима греется а панда должна крепится в центре там на магазинах например там девайс классный или на более мелких ну хотя дриады есть можно выманивать можно магазин взять а он хочет к фонтану шугануть скорее всего архмага с фонтана там блатмейдж уже приходит первые кастеры ловить здесь явно нечего но у него не было данных по разведке поэтому заливает блатмейдж ману архмагу халявный конечно этот скилл 30 маны 6 секунд по 15 30 45 в секунду высасывает кажется range 600 до 800 если цель уходит из поля зрения носить не используя такой вот range и уходи не уходи в любом случае даже первый моно дрейн высасывает больше чем затраты на этот самый моно дрейн как огромное количество футов еще разок у панды сейчас секунд только подействовало это 15-30 какая разница тому этого этого блатмейджа запас очень хорош по мане рядка на автокасте зря немножко задиспелила bloodlast с ограм панда уже 3 добил похоже да добил а девайс девайс до дрейн мана 56 лимита у тиаши здесь 50 у эльфа эльфа надо доделать грейт на т3 и учитывая текущую ситуацию даже не обязательно выходить сильные из лимита что он и так держит все под контролем значительная часть лимита тиаши это футмены которые не очень но не очень эффективно против панды передать над девайс на высасывание маны панде ну и крепится 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 ловкость ой классно делает бараки пометой о том что апгрейд на единение с природой ты готов стало быть а ну и очевидно что на этой карте будет пуш скорее всего на т2 поэтому жалеть средства на защиту экспанда тем более деревья не едят ну смысле не занимает лимита это хорошее вложение средств инвестиции такие покупайте деревья пробует отвлечь сейчас немного хотя с другой стороны можно было ту же самую красную точку забрать тут скорее вопрос что выгодней нет выгоднее красную . забрать нет я к тому что кому выгоднее крепится хуману или или эльфу скорее эльфу скорее эльфу время уже подходит кстати выпала аура архмага время подходит выходить из лимита выход уже идет у эльфа 67 лимита он наверняка строит сейчас медведей опасно 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 разница по лимиту весьма существенную 8066 тайминг атаки неплохой хотя где вот лимит вот казалось бы да вроде 80 лимита где он до заказе скорее всего да пожалуйста вон мортирка спеллбрейкер еще одна мортирка а это между прочим 10 лимита 9 если быть точным это серьезная потеря мало того что он время выиграл еще и подрезал почти 10 лимита тяж очень хорошо медведей он не строил видим в продакшене только сейчас делается первый медведь апгрейд еще на мануэлы и красная лапа для того чтобы медведи были такие форме с другой стороны мортиры но мортира вы видели только что было две мортиры сейчас уже нет книгу пропустили и на им ту чисто медведи нужны денег что-то не очень много уловлита вот один вот минус у деревьев есть они не очень мобильные сейчас не пойдет на деревья пойдет на мэйн то есть не пойдет на экспонт пойдет на мэйн и что делать трем деревьям в них вложили силы ряда опять подрезают подкрепку подрезают 300 правда одного всего но это неплохо арбу вроде бы дима купил ряды продолжают кого-то там подрезать я вижу кажется судя по ауе там мортиру подрезают они уже подрезали и мортиры за ой путь ряды сзади он подходит к трем мортирам дыхание не совсем точная но но самое главное это позиция уважаемые самое главное это позиция минус 1 мортира минус 2 дима с танками сражается там где должен сражаться и все и все сейчас винные пары дыха нет просто дыхание успеть да я не успел уже вдыхал но выдохнуть не успела панда из-за того что ману высосал blood мэйдж но вот в данный момент уже серьезные проблемы у тяжа потому что тут есть пара пара рифлов чтобы типа подрядом побить но но мортир нет совсем сейчас медведей и все медведей медведи еще раз медведей возможно взять ингул какой-нибудь чтоб панда следующий раз меньше страдала от высосывания маны красную точку забираете аж плане криппинга у него конечно все хорошо значительную часть карты собрал флэмстрайк вместо баниша если лимит хороший то конечно флэмстрайк так же как и кристалл боу ай куда сейчас вот можно светануть 12 часов на предмет халявы и все девайс тебе не пригодится больше дряды опять достают магическую вышку бьют тут небольшая группа демон-хантер панда и 4 медведя а в это время на базе у лоулита уже лимит лимит уже надо телепортироваться брать дряд сверху ой да ладно можно успеть убить да не не успеет флэмстрайк успеет успеет да да бей ты ой что происходит господи он проявил нерешительность еще один явс называется реально он мог убить просто и все просто мог убить мэйн и так у эльфа с лимитом какая-то беда 57 на 78 видимо дряды все подохли после сплэша от мартирка такая до телепортировались нет вроде живые где лимит где лимит 11 виспов минус и испы ему уже особо не нужны видимо здесь лимит ты ушел феррика ждут но феррика не будет или сейчас на фонтане но пока он на фонтане его рощу извините разрушают разоряют теперь наверняка есть иначе т.п. т.п. это такая у него т.п. нет просто окей хорошо ладно допустим 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 ему не нужен мэйн сейчас где-то какая минута 13 14 идет до игры то есть мэйн уже заканчивается но у т.п. мэйн то собирает еще что-то ладно зафиксируем сейчас приблизительно хотя бы время я думаю что меньше полуторака уже осталось не зря же т.п. начинает отгораживать себе третью базу наверху ряды действительно не участвуют в битве деревья тоже не не очень на месте позиция очень плохая для эльфа сейчас своим страйк влево и там просто все погорят свиток хорошо моноберн на 150 хорошо заходит так прям у героя руки опускаются после того как влетает о бладмейдж инвиз дыхание он может догореть кстати не не догорит это не юнит там быстро спадает горение книга силы 75 лимит на 48 как вы думаете вообще как как какие тут шансы вот первую битву ключевую эльф провел на удивление классно да были там косяки в самом начале с отменой лор нет с тем что не готов но с другой стороны и т.п. тоже много всего терял на той же самой стадии очень сильно задержал свой эксп очень много рабов там потерял и потом как-то у эльфа всегда не хватало лимита почему не в работают две базы а лимита не хватает оказалось он то сражение провел очень хорошо что то что ты не так где-то что-то упустил отличный tower defense прям как у нас по вечерам фуфа надо в три раза больше вышек построить но даже это количество очень сложно будет как-то убивать панды конечно можно подышать пока ты дышишь пандой у тебя продолжают разорять рощу жалко вышки ну опять же на муновелла меняет и алтарь заберет тут можно все убивать эльф вряд ли будет сражаться за какие-то призрачные то есть его и меньше сейчас на 20 лимита и и зачем бороться сейчас ключевая точка для него это x за нее и надо держаться гоу инфи своим смотреть говорят не муц в любом случае будем досматривать серию от и до но наверняка у вас есть под рукой ссылка где этом инфи флай и если кто хочет можно в чатик скинуть справа подтягивается эльф диспл демон хантер пытается он прорваться к к мортирам убивает одну но мортиру успевают уже стрелять под рядом минус 2 ряды флейм страйк шикарный панду массовый т.п. что ли массовый т.п. куда да все хорошо все очень хорошо у тяжи спанда здесь тоже нет единственный плюс эльфа в том что он какой плюс тут медведи горят дриады и столько героя на какую-то халяву там не убьет не получит 6 левел потому что лимит не у героя пустые у него в любом случае ультимейт не получится сделать одна дриада два героя остается сейчас у лоулита а там извините меня лимита 70 75 сражаться нужно но как дима отчаян отчаянно танкует ловлет пишет gg и это 10 в пользу т.п. хорошо там дали ссылку на в чатике на трансляцию папа папа папам инфи против fly может быть мы успеем там на какой-то окончании этого матча я даже скопирую на всякий случай этот адрес сегодня если вот недавно вы подключились во первых было уже очень большое количество матчей значительная часть из них уже есть разделе видео спасибо аспиранту за это сейчас я попробую добавить еще одно видео если там 53 по по счету кажется забыл его а нет все 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 уже залилась последнее видео обрабатывается на 40 процентов и все очень ровненько давайте ко второй игре на карте трена стенд перенесемся на карте трена стенд достаточно большое количество вариантов в развитии в этом матчапе учитывая правда лоулета и видя стартовые условия будет стандарт по крайней мере что касается героя и базовых юнитов а вот тяж тяж ну как без экспанда наверное тяж будет ставить x в плане экспанда тоже есть вариативность можно поставить на своем натурале можно там через лагерь наемников например через троллей пойти в правый например верхний угол там экспан запилить тоже вариант более агрессивный ой варденка классно фух я уж подумал до варден на тиринасе отлично смотрится потому что получает экспу сразу до 2 может быть даже до 3 если захочется можно прокачаться она доставляет значительно больше неудобств плане ну по хп архмагу и на этой карте опять же учитывая то что противник практически априори ставит эксп варю также практикует с двумя бараками или с например двумя бараками т2 и выход в катапульты например с дриадами таких игр тоже было довольно много и на в цг в том числе поэтому даже даже интересно даже интересно инфи говорят слил первую игру fly ведет соответственно 10 отличный криппинг здесь только арчем не торча у них уходит хорошо одна из главных проблем варден в том что ее сложно она нуждается в криппинге значительно больше чем чем демон хантер то есть когда она только появилась фрозентроне у него кинжал был с другим дамагом айлас им добил что ли или что а цубе маска что ли выбил какой-то лучший айтем что там а рунные браслеты да ровно браслеты конечно лучше повезло очень очень повезло потом у нее этот нож фиксили причем достаточно быстро и сейчас поэтому и есть разница между такая сильная между вторым третьим и соответственно первым левом а fan of knives ножики отлично пришел сразу убил футмена архмага интересно прокликал еще одни ножи еще минус наверное два раба да два раба неплохой харасс и то ли то ли нычка там строится то ли второй барак по продакшену не видно потому что от к 2 барак понятным будет ли хантерс холл вполне возможно хантерс холл мне кажется хантерс холл покрепиться до 3 и будет играть агрессив хотя может тоже базу поставить реально вариантов масса как поступить и мне в этом плане очень нравились как раз эльфы что ты можешь использовать абсолютно разных героев и гибкость довольно высокая то есть он абсолютно спокойно мог сыграть через диму он мог даже взять например рейнджерку 1 или панду на про уровне тоже на нежданчика брали через бестмастер ну короче вы знаете вы помните наверняка эти эти темы и тут соответственно тоже была взята варденко которая имеет совсем другую механику нежели чем дыха и в плане харассы и в плане хирокила у нее свои слабые стороны их очень много учитывая и запас здоровья и армор и отсутствие собственно моноберна против того же самого маутен кинге пошел играть на т2 то есть то есть то есть то есть что зачем такой fast great то есть и нычки нет и агрессии нет довольно пассивно себя начинаешь вести ей нужно харассить наверное сейчас на третьем просто попытается стелепортироваться куда-то например на мэйн и там есть висп я вижу и виспа он подводит заводит кажется внутрь в застройку и будет телеперсон телепорт что если пассивного сейчас себя вести это боком выйдет вот-вот-вот да 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 тут магической вышки нет это провал сейчас еще ножи а потом еще ножи хайт он пытается выйти на позицию чтобы да он хочет к рабам выйти вот к этим красным давай чик правильно он знает что делает в это время архмаг проверил эксп вроде бы экспант не ставился арчи хотят вышку отстрелить получится или нет персональный телепорт пошел мне не получится пробить не отменил отменил blink хорош до варден видите она может тоже в разных билдах себя проявлять blink dagger blink ножи или ножи и даггер кажется там выманивают троллей кто-то кто-то намеревался нет или не получил в общем какая-то движуха была на правилом лагере наемники наемников hunter's hole достраивается под т2 элементаль постоянно контролирует x постоянно очень много бабла можно сейчас кстати дима заказать вторым а можно варден в соло раскачивать учитывая бонус по xp это что ультимейт это что blink ну там много скиллов растет но надо что-то делать надо же что-то делать где вообще продакшен у эльфа деньги есть толку нет лорница пошла хорошо первое шреддер купил вторая лорница окей отлично тогда это xp скорее всего это xp только поздний сейчас будет персональный телепорт попытка сейчас виспа убить но менты бегут и вместо беззащитного xp появляется у виспа появляется варден который просто убивает четырех рабов с другой стороны вы посмотрите сейчас такую-то архмаг лорницы грамотно спрятаны добычи нет там и не вообще никакой но у тяж это есть экспант так что какая-то добыча есть шредера очень жалко недоконтрали в этом еще дорого и жалко тут рабочие возвращаются на blink есть в общем-то ману но не хочется ее тратить потому что если бы не конешься то это минус 50 на руках 70 маны никаких ножей наверное стоит все-таки стелепортироваться под регенец ману в магазине включить ночь купить реген выпить регена купить еще ману купить еще один реген все упирается да в ману дрядки пошли первого дрядки очень сильно помогут лоу лету на мой взгляд вернуться в игру потому что хаос творится у него на мэне вы видите это было бить поэтому футменом потому что он так от ножей умрет хотя нет ничего себе столько ножей войс только столько футменов а и отпустил игры не надо бить его да не надо минус мануэлл из-за этого телепортироваться некуда а если там сейчас еще дефенс будет то это т.к.г. вообще эх жалко панду взял вардом панда вот это хорошо минус 2 элементали но все равно все плохо все очень плохо если по эльф хотя бы нычка строилась так классно спасается сейчас дирижабль придется закупать бутылёк хило персонал очка и домой тяж классно похорасил хаос посмотрите какие футмены 5 футменов дриада постреляет он стреляет на урона не хватает но дальше что дальше обязательно нужно продолжать контролировать экспан противника тем более сейчас у нас уже есть дирижабль далее обязательно нужно выходить в брейкеров и брать а можно кстати и м q брать лучше м q взять чем чем бладмейджи наверное 40 лимит на 22 видит большое количество вышек эльфу надо ставить базу то есть эльфу надо ставить базу хуману нужно эту базу постоянно чекать все вот 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 вся на ближайшие две-три минуты весь план на игру одна проблема колеса нет все уже телепорта нет виспов продолжают футболить и это при текущем кризисе тут не обязательно даже мэйн убить самое главное что экспант не строится рабочие умирают опять раз раз пособирал пособирал коллег футменов о если бы сверху не было очевидной разведки лорницами можно было подробников купить был бы еще 2 свет криенам а если это криенам почитал его из грамоты какая до безобразие грамоты да нужен конечно дрозд это это отлично что нужен гиппогриф но когда у тебя леса нет и там две базы тебе нужно у тебя 19 19 леса там 20 леса сделай гиппогриф и называется давай сделай гиппогриф у меня запили он-то сам дешевенький по лесу 160 на 20 но на дерево на дерево сам виноват шедра потерял сам виноват виспов потерял в общем мы сами виноваты в своих ошибках он может только дирижаблем там следить периодически стрелять дышать ножи разряжать это все контриться свитком регена хотя вот сейчас опасно опасно грузиться в дирижабль да лучше на телепорте отсюда уйти что не уходит дирижабль за полин падает еще теперь смотрим на ресурсы и на лимит косаре на 700 и 62 лимита против четыреста тридцать там 40 леса и 32 лимита чем дальше тем преимущество тяжа становится очевидней боюсь боюсь здесь будет вы но нельзя здесь не вытащите вообще если правде в глаза смотреть здесь просто не вытащить должен тяж так на ошибаться просто так не знаю невероятно слить героев чтобы позволить сделать камбэк эльфу но лимит x2 просто x2 лимит 74 на 40 спокойно крепится матун кинг от него нужен третий левел левел 2 пока что маловато будет чтобы как-то вот вот это неприятно надо свитками либо затариваться либо меняется действительно футов на брейкеров но тяж видите он специально футов не сливает то есть он цепляется за пацанов до конца и они ему служат очень хорошую службу сносили мунвеллы разводили героев убивали виспов даже дерево огромное рубили поэтому не стоит списывать в запас таких бравых бравых воинов 80 лимита на 43 минус дирижабль книжку прочитал можно лагерь наемника взять хотя лимит уже такое что хочется вот прям как можно быстрее пойти в атаку вроде как и м ку нужно крепить а вроде как и убивать нужно и выбирать сейчас тяж атаку два героя 4 ряды смех смехом разница четко по вапкип 150 80 лимитом дыхание молоток панда сразу половина хп блинг там с ножами панда ставится дряда уже никакие что-то диспеллет на автокасте зачем-то баш под ряде и двигаемся дальше продакшен великолепный грейд на адептов и престов и 42 грейд на такого тем же мартиром но вертолетом рефлан там кому еще шредер даже затесался то что видимо опыта ради проверяет рабочими сейчас еще тяж что у противника нет экспанда поэтому на самом деле так и не торопится лезть в атаку потому что все равно у него инком больше только два виспа дошли до своей цели минус в одном артира сзади варден врывается с инком футманы с дефенсом рядом больно стрелять в них 4242 по героям преимущества действительно нет два свитка лечения сейчас у тебя же еще в загашники главное не вестись но ты куда он отступает неужели он думает зачем это может он подкрепление хотел прикрыть еще кажется в левом нижнем углу что-то делается но это на нынчик не похоже скорее разведка халявы какая-то фирма или вышка делается мне кажется слишком затягивает тяж сейчас молоточек только не сюда блин сейчас будет а не успела блинкануться анимация блинка была была но сам блинк не прошел даже если чуть позже было все равно не получилось бы минус коза варя снова пытается куда-то ворваться лучше по панде стрелять опять не блинкуется варька панда падает это кг-шечка ну второй молоток 40 лимита на 80 две базы против одной дриады стреляют в себя отражаются и замедление идет в щиты о молоток в блинк попал ну смысле и тут три вышки еще демотивирующие то есть даже если он как-то отобьется ему еще нужно он спалится в попытке поставить экспант и пару коз еще может потерять на этом моменте нечем ему в данный момент эти эти штуки убивать варя прыгает там отчаянно уже без маны без хп гудгейм тяж 20 и не последнее ли это был кореец на турнире в венрах посмотрим